А в округе уже полным ходом идет подготовка к другой крупной дате, 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Легенду войны танк Т-34 привезли в Наринмар. Из бронемашины сделают памятник, который откроют 9 мая следующего года. Организовала доставку Организация реализации гражданских инициатив в Нинецком автономном округе. Модель танка Т-34-85 принята на вооружение СССР в январе 1944 года, является завершающей модификацией танка Т-34. Общий выпуск всех модификаций составил около 80 тысяч единиц, что позволяет утверждать, что этот танк самый массовый танк в мире. Идея открытия монумента к юбилею победы возникла в общественной организации реализации гражданских инициатив НАО в начале этого года. Ее сотрудники хотели видеть новым памятником именно танк. Этот вопрос обсуждался и вне организации. Были учтены мнения ветеранов войны и жителей округа. Путь танка в наш город был неблизким. Добирался он из Польши, где участвовал в сражениях. В этой стране его нашли и отреставрировали. Двигатель внутри машины уже отсутствует. Сошла на нет и его боевая мощь. 85-мм ствол приведен в нерабочее состояние. Благодаря этим действиям боевая машина стала историческим экспонатом. Из Польши в Москву, затем в Усинск и, наконец, в Наринмар. На заседании постоянной комиссии по вопросам социальной политики депутатами было предложено установить памятник «Танк Т-34» на территории поселка Искателей. Там будут проводиться торжественные мероприятия в дни памятных дат. Городской совет прислал нам письмо своим решением, что в городе нет мест для установки, например, и рекомендовали нам установить. Депутаты наших тоже совета согласились с этим вопросом. И если нам передадут официально, потому что такие разговоры идут, и, скорее всего, так будет, то мы подобрали уже и место. В перекресток улиц Бугольный и Монтажников именно там появится новый памятник. Обширная территория этого места позволит 32-тонному танку предстать во всей своей красе.